В Когалыме поспела клубника. Урожай снимают два местных жителя, которые взялись выращивать ягоды в приспособленных условиях. В помещении, где зреют плоды, плюс 22, ярко светит искусственное солнце. Моя коллега Светлана Сопрыкина убедилась в этом. Непривычная для севера ягода появилась здесь благодаря стараниям двух друзей. Дмитрий и Игорь вовсе не бизнесмены, а не просто любящие отцы, которые захотели угощать своих детей вкусной и богатой витаминами клубникой круглый год, а не только летом. Клубника, почему клубника? Она невысокого роста, да, во-первых, это сорняк. Хотели малину, честно, я хотел малину, я любитель малины, очень такой прям, обожаю ее. Но это нам не хватит по щаде, это нам не хватит. Зато для клубники место в самый раз. На 30 квадратных метрах растут сотни саженцев ароматной ягоды. Условия, созданные здесь, максимально приближены к природам. Ультрафиолет заменяет солнцем. За ветер отвечают вентиляторы. И хотя небо безоблачно, здесь тоже бывают дожди. Каждые 15 минут в трубы подается питательный раствор. Он обогащен витаминами, а главное, кислородом, без которого ягода не была бы такой сладкой, и рост саженца замедлился бы вдвое. Безумно вкусная, ароматная, сочная, а главное, полезная без всяких химических примесей. Здесь около 20 ингредиентов, вообще витаминов. Фосфор, калий, кальций, магний. Все для роста цветков. Все витамины, которые в природе существуют, они просто в баночке, грубо говоря. В баночке хранится даже углекислый газ. Он необходим растениям настолько, насколько кислород людям. Здесь, как и в природе, клубни живут по биологическим ритмам. Днем растения водорствуют, а ночью отдыхают. Наши растения еще спят при этом. То есть, например, 7 часов мы отдыхаем, свет полностью выключается, кроме что темнота должна присутствовать. Потом включается свет, проходит 2 часа, растения просыпаются и включается СО2. Чтобы саженцы плодоносили, их необходимо каждый день опылять. Если на лугах и полях этим занимаются пчелы, то в теплице задачи насекомого справляется обыкновенный пылесос. Если не опылять, оно просто засохнет. Это первый урожай коголымской клубники. Каждый день Игорь и Дмитрий собирают около 3 килограммов ягоды. Они намерены серьезно заняться клубничным бизнесом. Ведь на содержание Южного островка среди зимы уходит 12 тысяч каждый месяц. Светлана Сопрыкина и Алексей Николаев специально для новостей.